Всем привет дорогие друзья автомобилисты, один из подписчиков моего канала под ником Дед Мороз, теперь я знаю где Дед Мороз находится, он находится у меня на канале среди подписчиков, задает вопрос интересный, здравствуйте, месяца два назад обещал ответить, что будет если залить по ошибке моторное масло, МКПП и наоборот, в мотор трансферсионное масло, давайте разбираться с этим вопросом. Друзья мои, конечно мне непонятно как можно ошибиться и залить в коробку моторное масло, а трансмиссионку залить двигатель, но был один еще в 90-х у меня знакомый, который умудрился слить на своем джипе Тойота, не помню как назывался этот джип Тойота еще такой из старых, и он слил с коробки масло, залил двигатель, у него получилось два уровня, он там такой перепуганный был, а потом это все сливал, ну такая вот ошибка произошла у человека, видимо слабо соображал или слабо разбирался. Ну ладно, раз уж такое произошло, если вы в коробку зальете моторное масло, то по сути, ну вы услышите, что коробка будет работать шумнее, это не убьет вашу коробку, но шум появится, так как вязкость этого масла не рассчитана для трансмиссии. Что будет, если залить в двигатель непосредственно масло, которое используется в трансмиссии, в коробке? Оно имеет, конечно, большую вязкость, но был один случай такой, у меня один знакомый, получилось так, что ехал на девятке, и проезжая какое-то село, вдруг случайно пробил себе поддон, и масло у него все вытекло. Вот такая вот неприятность произошла. Но к нему подошел один местный парень и предложил свои услуги. Каким-то образом они там закрутили, что там сделали с поддоном, в общем, залатали его каким-то образом, но масла не оказалось, ни у кого не было масла. Была только смазка для механической коробки передач, и они взяли, рискнули, залили это масло непосредственно в двигатель. Друзья мои, если такую вязкую жижу залить в двигатель, то, конечно же, фильтрующий элемент ее нормально не пропустит, то есть он не отфильтрует. В фильтрующем элементе, то есть в масляном фильтре, сразу, конечно, откроется защитный клапан, и всю эту грязь погонит напрямую, если там грязь есть. Но в двигателе, как правило, не особо то там грязь есть, и получается, что эта жижа начинает циркулировать в двигателе, но, скажем так, в обход масляного фильтра. Если в аварийной ситуации вам необходимо добраться домой, ну, к примеру, там 5-10 километров, может быть, 15, то, в принципе, ничего страшного, вы доедете. Но по приезду, друзья мои, обязательно, конечно, эту жижу всю слейте и залейте масло. Я вам скажу так, после той ситуации с двигателем ничего не произошло. Да, а потом он добрался до своего города, сняли поддон, заменили его, все сделали как положено, двигатель не перебирали, масло заменили, масляный фильтр, конечно, тоже поменяли, залили хорошее масло, и все, друзья. И этот двигатель еще очень-очень долго проходил, это я знаю на 100%. Так что, друзья мои, если вот такая ситуация произошла, то ничего критичного в этом нет. Куда хуже, если бы он просто поехал бы с пробитым поддоном без масла. Но это в любом случае привело к тому, что двигатель бы застучал. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Задавайте вопросы в комментариях, будьте здоровы, всем пока. Задавайте вопросы в комментариях. Продолжение следует...